так ну что ребят я предлагаю начать те кто присоединятся позже смогут посмотреть записи ну что добрый вечер дорогие друзья буна сярости маз приедем браусы диску чечи сент-темпла република молдова ламмент алим фарте муки и венементе очень много событий стране последние дни больше из них негативных значит но давайте обо всем по порядке значит первое что абсолютно заполнила все телеканалы плохотнюка все привлеченные сайты всем показывают успешную серьезную борьбу с коррупцией по всей стране задерживают разного уровня чиновников министров катрабандистов значит кого угодно но почему-то в очередной раз я убедился что в стране у нас выборочная юстиция значит плохотек да очень правильно когда за то или иное нарушение наказывает чиновника любого уровня но когда он начал бить мишу гимку потому что вернее его людей потому что миша не поддерживает 1 мандат ну и сегодняшней комбинации плохотнюка ну я уверен что керенчука и многих других можно было посадить еще год назад так же как можно было вовремя посадить тех кто участвовали в отмывании денег кражи миллиарда и так далее плохотнюк мог арестовать платона два года назад но арестовал он его только после того как только окончательно с ним не договорился я не буду обсуждать все населенные пункты но хочу с вами немного поговорить об значит вот игорь шеремет отправил мне по почте копия копия постановления о возбуждении уголовного дела и соответственно у его прекращения значит бумагу посмотрю значит бельчане очень хорошо знают про скандал это в принципе освещалось сми и до того как я стал мэром города бельце и после того как я стал мэром города я обратил на это внимание это связан вопрос с освещением города то что стоят очень низкого качества фонари в городе и за это мы продолжаем платить сегодня кредит который брала предыдущая власть значит было бы это нормальное освещение значит это одна ситуация но освещение очень низкого качества значит 2015 году было установлено значит что из-за того что примария через определенные схемы под руководством маху которого который сегодня возглавляет демпартию плохотнюка в бельцах значит они без конкурса отдали экономическому агенту далее экономическому агенту реализовать проект освещения города сделали это без конкурса через муниципальные предприятия хотя с 2006 года они же на муниципальном совете приняли решение о том что свыше пятидесяти тысяч лей нужно проводить конкурс они взяли кредит 1 миллион девятьсот тысяч долларов сша в мобиазбанке значит стоят разные фонари в городе 24 там 36 50 ватт значит 2015 году было установлено на сумма ущерба работниками полиции значит почти пять миллионов лей значит возбудили уголовное дело потому что провели без конкурса не согласовали с агентством по энергоэффективности и так далее ну и ущерб четыре миллиона семьсот тысяч лей хотя я вам скажу что ущерб там сегодня порядка 15 миллионов лей если мы говорим про реальные цифры значит вот пожалуйста получаем значит ордонанса деклассария про число и пенал значит 29 сентября 2016 года не закрыли дело оказывается нет серьезного нарушения в том что без конкурса значит отдали компании реализовывать этот проект пока ничего страшного как бы без конкурса без конкурса значит то что не согласовывалось агентством по энергоэффективности ну как бы то ли ничего страшного в конце концов если что-то пропало все окей значит как это понимать товарищи по сегодняшний день бельцев продолжает существовать эти негодяи с которыми я начал войну так называемую мусорная мафия бельцев solubriti solutions должны больше двух миллионов лей роялти городу не платит значит также компания гольберга global engineering бельцы является сегодня единственным городом в стране где дали в конце все всю канализацию отдали отдали через схемы я бы сказал отдали просто по беспределу хотя маху ездил в город баташаны и примар города баташаны тогда ему сказал как нужно реанимировать сегодня ситуацию проще было получить пару копеек и получать их еще и сегодня и это все продолжает находиться у них хотя их задерживали в прошлом году за отмывание денег со скандалами так далее всех отпустили все дом так вот товарищ плохишь товарищи демократы и все эти прокурорчики значит вы не убедите всех нормальных людей сегодня с тем что вы боретесь с коррупцией потому что вы закрываете сегодня тех которые вам не носят вы закрываете тех которые не хотят вступать в вашу партию вы закрываете тех которых бизнес вы хотите сегодня захватить и неважно это анаболики группировку вчера захватили в Санкт-Петербурге причем молчит публика плохиша молчите плохиш потому что ваше а всякий бред показывать и каких-то негодяев которые якобы мои люди которые банкоматы вскрывают в Таиланде и так далее люди которых я никогда не видел с которым ничего общего не имел это нормально вы знаете так как издеваются сегодня над бельцами то что нам отдали на дороге видела вся страна то что сегодня не дают реально работать то есть сидит этот негодяй маху каждый день придумывает ту или иную схему вызывает запугивать чиновников скоро усатого уволяя скоро перевыборы и так далее и так далее значит ничего не делать руководитель госканцериалери помимо того что он председатель демпартии вызывает людей и угрожает им запрещает им выполнять свои служебные обязанности сколько это будут терпеть бельчане я думаю что недолго они там начали схему реализовывают собирают людей что вот скоро проведем перевыборы в бельцах и так далее маху понимая что он сбитый летчик но передачу города они готовят другому товарищу в следующий раз обсудим кому я думаю что реакция и моя и бельчан будет очень жесткой также хочу задать вопрос господину Плохотнику зачем вы угрожаете людям через вашего жемаху вот например во всех городах на севере Молдавии такие как Дрокия Флорешты Рыжканы Дандюшаны значит они поставили задачу значит чтобы в 6 утра выезжали люди в Кишинев на празднование Дня Европы в бельцах они заставляют тысячи людей как вы понимаете речь идет о работниках госпредприятий и о тех структурах которые подконтрольны сегодня режиму Плохотнюка сегодня люди звонят массово звонят в примарию звонят в офис нашей партии звонят на местный телеканал БТВ и говорят о том что вот нас заставляет ехать нужно срочно команда Плохотнюка с Кишинева праздновать День Европы но какими же надо быть конченными вы понимаете для того чтобы людей у людей праздник кто-то хочет на парад кто-то в душе или дома или на улице хочет отметить День Европы значит оставьте людей в покое пусть они сами решают куда им идти нет сегодня он хочет показать внешним партнерам что он в состоянии консолидировать сегодня молдавское общество и то что они придумывали придумали в один день решили праздновать День Победы и День Европы это как бы для консолидации общества как говорил Кандул ну просто негодяй во-первых моя позиция что было всем понятно 9 мая должны отмечать все День Победы почему господин Пирко Тапиола посол Евросоюза да значит он назначил прием по случаю празднования Дня Европы там по-моему на 13 мая посольство России 9 мая это День Победы логично почему вы плохиши мучаете издеваетесь на людей топчете ветерана Великой Отечественной войны топчете память тех и всех тех людей которые празднуют с детства День Победы например как я почему сегодня люди должны участвовать во всем этом во всем этом грязном спектакле потому что в очередной раз плохиш решил показать свое я значит 9 мая например 9 мая если есть День Победы значит поставьте День Европы десятого летом у нас есть День России День США давайте всех стран отмечать работ это страны нет можно каждый день праздники отмечать понимаете значит но делать это в один день это ну неуважение неуважение к нашим корням к нашей истории нашим предкам сегодня они хотят чтобы от Молдовы ничего не осталось как государство это в том числе одна из махинаций плохиша для того чтобы выслужиться показать американцам сегодня он кстати только за американцев и держится европейцы вчера показали свою позицию четко выразили свою позицию по отношению к плохотнюку крупнейшие европейские партии высказали против изменения системы выбора в Молдове и поверьте что для плохотнюка это реально начало его конца и сегодня европейцы не проглотили ту котлету которым пихает плохотнюк через своих доверенных лиц через компании которые лоббируют его за рубежом и так далее значит сегодня остались американцы которые просто очень далеко от Молдавии и которых как то еще ну дурить у него получится подольше потому что и там есть компания подаста компания которым платят миллионы долларов в год деньги украденных у граждан Молдовы поэтому там он еще пока продержится но поверьте то что вчера заявили две крупнейшие европейские партии то что они против изменений системы выборов в Молдове то что они сказали что все что делает плохотнюк это для того чтобы превратить Молдову в авторитарное государство где захвачена масс-медиа захвачены суды и так далее это не просто популистское заявление как сегодня смотрел некоторые аналитики на журнал ТВ говорили что нет это просто политические заявления за этим ничего не последует за этим я уверен последует а и другие реакции значит первых лиц евросоюза и кстати под эту историю мы можем тихонечко вместе выйти на какой-нибудь очень серьезный протест подчеркиваю при выходе серьезном на при серьезном выходе население на протест значит можете быть уверены что на этом протесте я тоже буду несмотря на то что я нахожусь сегодня вдали от родины и по определенным причинам пока подчеркиваю в очередной раз не могу вернуться домой все те которые говорят что усатый не вернется он уехал об этом говорят в дома культуры начиная плохишами заканчивая Игорем Додоном значит ребят я обязательно вернусь домой потому что я не закончил то что то что начал в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений вернемся к бельцам 9 мая которая готовит плохотнюк мы уже видели когда он выдвигал себя в примеры когда люди в толпе кричали жест плохотнюк значит сейчас вот например у лидо в бельцах на баме значит дали команду собрать 3000 человек сбор с 5 до 6 утра для того чтобы их привезти потому что царь плохиш значит решил поиздеваться над людьми в выходной день значит я хочу обратиться ко всем нашим активистам в стране ко всем общественным деятелям ко всем тем кто поддерживает другие нормальные партии ребят выходите каждый у себя в городе снимайте на телефон я хочу чтобы весь мир все внешние партнеры увидели как плохотнюк привозить себе людей 9 мая для того чтобы отпраздновать показать всем что вот люди вышли праздновать день Европы понимаете муж надо поддержать эту дурацкую инициативу которую поддерживает только он сканду даже демпартия поверьте ее не поддерживает поэтому снимайте на телефоны отправляйте в СМИ выкладывайте у себя на страницах фейсбуке отправляйте мне в личку так как у меня больше подписчиков я это буду все опубликовывать но но просто молчать не нужно нам нужно поактивнее реагировать на весь этот беспредел сегодня вы знаете пока существует я всегда выступал за объединение за объединение общество за целостность нашего государства но вы знаете в связи с тем всем беспределом которым они творят налоговым административным политически которые они творят в стране может быть мы сегодня создадим некую автономию в стране ровно на тот период пока существует режим Плохотнюка и сами берем нормального министра внутренних дел нормального прокурора нормального министра труда и социальной защиты министра спорта потому что куда мы сегодня идем они уничтожают сегодня всех тех которые сегодня отказываются на коленях заползать Плохотнюку и участвовать в его политических оргиях и не политических тоже это тема отдельная передача зачем мы это все сегодня сидим терпим народные выборы народного собрания Гагаузии четко показали как Плохотнюк собирается обмануть страну Гагаузия в котором более 98% граждан жителей настроенные ну люди которые смотрят на восток за счет Плохотнюковских манипуляций сделали так что чуть ли не половина депутатов народного собрания Гагаузии значит контролируется сегодня Плохотнюком люди голосовали за независимых проснулись проснулись что проголосовали за Костю Ботмеря понимаете вместе с Барсеткой вот то что мы имеем сегодня поэтому сегодня я готов выслушать любые инициативы потому что ну ребят надо что то делать во первых давайте просыпайся выходим активно на протесты давайте сегодня выходить каждый в своем городе и говорить нет бандитскому режиму Плохотнюка я понимаю многим тяжело приехать в Кишинево многим тяжело даже приехать в Бельце ребят давайте организовывать вот отпразднуем 9 мая 9 мая пройдет пройдет 9 мая значит после 9 мая вступаем в активную фазу значит значит не трезим омени и ащтептам мы ащтептам мы ащтептам 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 фамилии я знаю что сейчас могут выйти его телеканалы обвинить сказать вот смотрите усатый пропагандирует сепаратизм я никогда не продвигался сепаратизм и не буду этого делать но сегодня мы имеем право на некую гражданскую автономию на тот период пока существует бандитский режим Плохотнюка давайте подумаем как сейчас это организовать давайте но давайте что-то делать потому что ну потому что никуда не годится то как оно то как оно происходит сегодня вот собственно говоря это основное что я хотел вам сказать значит значит хочу отметить также что наша партия активно будет принимать участие к подготовке 9 мая в разных населенных пунктах страны значит все наши активисты каждый в своем районе должны навестить ветераны Великой Отечественной войны тех которые остались в живых в том числе значит значит как примар муниципе Белс значит в течение в течение года вы знаете что фонд который я учредил неоднократно помогал ветеранам Великой Отечественной войны сейчас 9 мая поможет примари а так как я помогаю круглый год значит от примари будет по пять тысяч лей значит ветеранам Великой Отечественной войны значит плюс значит плюс мы участвуем мы участвуем в параде который пройдет в Кишиневе значит парад значит утром сбор на площади Великого Национального Собрания значит должны участвовать абсолютно все те кто хотят я считаю никто не имеет права красить это мероприятие в тот или иной политический свет после этого мы уже по традиции проводим наш наш автопробег который пройдет 9 мая с 12 до 13.00 сбор на ворота города от ворот города до метра значит вы знаете мы это уже делаем четвертый год значит у кого есть желание автопробег на Шарпене присоединяйтесь 9 также значит Совет за Родину организует автопробег 7 мая мы его будем с удовольствием поддерживать но под наши гида автопробег будет 9 мая но я считаю что нужно поддержать и 7 и 9 поэтому ребят ветеранов Великой Отечественной войны осталось немного помогайте им пожалуйста потому что с этими людьми ежегодно уходят те благодаря ежегодное количество тех благодаря которым мы сегодня живем значит становится все меньше и меньше этого ни в коем случае на это никак к сожалению повлиять нельзя поэтому мы их обязаны любить беречь и всячески всячески помогать значит я 9 мая буду на на параде скорее всего в Санкт-Петербурге значит буду там находиться несколько дней заодно обсужу с руководством города либо перед 9 мая либо 10 то что мы начали год назад открытие торгового дома бельца в Санкт-Петербурге и так далее поэтому с нашими соотечественниками теми которые находятся в Санкт-Петербурге у нас будет возможность видеться 8-9 мая поэтому идем вперед но самое главное ребят давайте поактивней поактивней и давайте двигаться вперед сейчас вижу очень часто повторяется вопрос значит мне интересно узнать что с результатами того на чем мы с командой трудились может потому что тебе это не стоило столько усилий ребят значит то что я объявил остается в силе я сказал напишите мне в личку как вы видите давайте вы мне скажите вот как бы посоветуете так я и сделаю создать комиссию которая в этом разберется вы там почти все нахимичили накрутили до невозможности у вас больше проголосовавших на видео чем количество просмотров ну ребят ну давайте тоже дураков нет значит я предлагал честно вы сделали как всегда поэтому значит пишите мне в личку и давайте с этой ситуации как-то выходить если бы честно вы бы не сидели не химичили не накручивали через Таиланд Гвадалупу там нижние и верхние залупены и так далее эти видео то проблемы сегодня бы точно не было понимаете вот и вся ситуация значит ребят я вам желаю хорошего вечера режим плохиша реально начинает трещать как бы он не пытался установить сегодня полицейское государство мы обязательно победим этот подлый бандитский режим который уничтожает сегодня не только уже отдельных людей уничтожает целую нацию и нашу любимую с вами Молдову поэтому идем вперед и обязательно я уверен что все у нас все у нас по усе самое главное двигаться плюс продолжая весь стол в бумагах в архивах продолжая работать над документальным фильмом думаю что выйдет примерно 20 примерно 20 мая будет готов потому что есть очень много работы у операторов у журналистов которые вместе со мной работают над этим проектом а и важный момент там у нас в Алештах ситуация эти негодяи значит фамилия одного этого подонка Тамбур второго Пастрама они продолжают запугивать людей продолжают вместе с Демпартией кому-то предлагать уже даже серьезные деньги опять прокуратура плохиша сегодня никак не реагирует потому что стоит задача любыми путями развалить нашу партию хотят нам 9 мая приготовить какой-то сюрприз что уйдет опять много людей и так далее значит нас останется меньше но хочу чтобы остались порядочные люди которые пойдут вместе до конца и будут делать все для того чтобы Молдова стала другой Молдова стала новой страной дети в которой рождается и живут гордятся тем что они живут в республике Молдова а попытки не дать мне провести храм фалешки и так далее и кого-то опять запугать ничему хорошему не приведет но на эту тему у нас тоже будут новости и никуда эти поцелуйчики тоже никуда ну никуда не денутся их ждет поцелуй один и последний будут целоваться вместе с похотником на нарах я вас люблю всем хорошего вечера пока 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 Продолжение следует...